Всем добрый день, друзья! Добро пожаловать в новый влог. Как ваши дела? Надеюсь, что все хорошо. Сегодня у нас четверг, 25 июля, если не ошибаюсь. Как бы решила вот взять камеру. Вчера я по-нормальному должна была заснять влог уборки вора, но я ничего не снимала, потому что невозможно было просто снимать и убираться. Несмотря на то, что я вам это обещала, но никак не получилось, потому что было нелегко. Я покосила траву во дворе, меня комары покусали очень сильно по всему телу. У меня все тело болит. Это мое отражение, видно. Все тело у меня болит, особенно не спины. Неудобно было косить этой косилкой. Но главное, я это все сделала. Но мне не нравится трава, как растет у нас во дворе. С этим надо потом разобраться. Но самое главное, я все убрала. Сегодня хочу уже поставить бассейн. То есть собрать его. Место тоже есть. Хочу поставить его на солнце. Но так как у нас забора нет пока с соседями, у нас все открыто. Чуть-чуть вот это меня это делает. Он останавливает все время. Но надо уже как бы бассейн ставить, чтобы его наполнить. Чтобы дети могли бы повеселиться себе. Что осталось? Уже месяц остался до конца лета. Все еще мне тоже болит, наверное, мне покусало даже на голове. Я вся перекусана. Руки, ноги вообще в ужасном состоянии. Все у меня опухшие. Спина болит. Вчера, знаете, как было? Я на улицу выходила во двор. Эти комары сразу на меня нападали со всех сторон. Я вот так. Вот так была. Вот так. Представьте, в такое состояние еще и плюс косить траву. Было нелегко. Хорошо, что не очень жарко было. Но, в общем, я переутомилась очень сильно вчера. Плюс еще я заметила, у нас во дворе есть один пенек. Срубили дерево до этого. Пенек остался. Надо было его выкопать. Но он пока еще есть. И я заметила, что вокруг него очень много пчел летало. И некоторые залетали. Там в этом пеньке есть дырка. И в эту дыру они залетали, вылетали. У меня такое ощущение, что если этот пенек достать или его разломать, там будет улей. Я очень сильно вот это переживаю из-за детей. О, Господи, как у меня здесь болеет. Сейчас слезы пойдут. Неужели мне здесь, я правда, укусила что-то. И я очень боюсь, чтобы детей не покусало. А бы я вчера же предупредила, что он сможет сделать. Надо будет сказать Деверу. Может быть, он узнает, как можно будет от этого избавиться. Свеклу тоже скажу. Которое время будет, пусть придет, посмотрит. Я знаю, сейчас надо специалистов вызывать, потому что мы не сможем с этим справиться. Если это правда улей. Но все равно сегодня я хочу собрать уже как бы бассейн. Набирать сегодня не будем воду, я думаю, а уже завтрашнего дня. Лекарства тоже надо будет уже взять. Так что постараюсь сегодня заснять этот процесс. Как будем собирать мы бассейн. Собирать буду, наверное, одна, потому что рыза работает. Как он придет, потом уже стемнеет. Поэтому не нужно будет время терять, а надо будет соврать. Но просто то, что очень много комаров. И можно было бы Лешку попросить, чтобы он мне помог. Просто я не хочу, чтобы детей тоже искусало бы. Несмотря на то, что они вчера на улицу бегали. Нет разницы спереди, сзади. Везде эти комары есть. И это просто ужасное ощущение, когда эти комары на тебя нападают. Когда себе... В общем, не хочу даже... Это было ужасно. Я вчера молилась, чтобы побыстрее закончить. В общем, сейчас я быстренько хочу выйти в магазин. Надо мне купить капусту. Хочу сделать за борщ. Эта зеркало еще не повешено. Ждет, пока его повесят. Хочу купить капусту, сделать борщ. И потом уже приступить... Собрать этот бассейн, наконец-то же. Хоть поставить его просто, чтобы он уже стоял. А с завтрашнего дня можно будет уже его напирать. Пирать, наполнять. Потому что, наверное, наполнение этого бассейна займет день, весь день. Несмотря когда начну его наполнять. И потом надо будет закинуть сразу лекарство. Хлорку, чтобы один день или всю ночь оно там растворилось бы, очистилась бы эта вода. И потом уже дети смогут плавать. И вот так постоянно надо будет очищать его. Ну и следить как бы. И вот так. Так что сейчас пойдем в магазин. Я иду одна, дети останутся дома. Я быстро поеду, приезжаю. Уже жарко, очень сильно на улице. И детей не буду сама брать, они не придут. Я уже дома, друзья. На улице очень жарко, 27 градусов у нас. Плюс, когда жарко, еще плюс, когда ты покусано. Очень неприятные ощущения. Я была в 3 магазинах, не так особо ничего не купила, но все равно мне пришлось поехать в 3 магазина. Сейчас я быстро покажу, что же я куплю. Ладно, что-то. Хорошо видно или нет. Так, то есть я волосы по-другому все равно не более. Это голова что, болеть? У меня не знала, там, лукулус или что. И натянута больно. Так, вот здесь болит у меня. В общем, взяла я, значит, бурак. Свежий бурак, 2 штуки взяла. В аптеку тоже зашла, купила вот такой спрей. Против комаров. Когда на учете будут выходить, буду пшикать обязательно. Здесь постоянно дала 1,50. За этот спрей. Тут у меня укроп. Это для борща. Так, вот что-то. Капусту я взяла по половинке, вот две половинки. Я думаю, одна хватит, но вторую остальную. Возможно, салат взяла. Или сегодня, или завтра посмотрим. Вот, болгарский перец. Красный. Нарезанный хлеб. Так, дети любят по утрам. Масло сливочное для обеда. Закончилось. Личину куриную. Дети тоже любят так просто есть. Булочки без ничего. Суши себе взяла только вот это. Представьте, я сегодня взяла только вот это для себя. Как суши. Взяла себе у меня гетик один. Чтобы сейчас быстро поперекусить. Взяла себе вот такую жидкую пудру. Пудру румяну. Я уже это брала. В эрли-клере. Очень красивый цвет. И она мне очень нравится. Я закончилась просто. И вот. Увидела, вспомнила, купила. Она стоит 4, чем-то до 5 евро. И купила 9 складочек. И одну одеярщик этого молока. Пушковат старалась не покупать, потому что сошелатка. Все. Все. Это тоже сейчас разложим в холодильник. Зелень оставим. Бурак оставим. Капусту оставим. Полгарские петли. Нужно это в холодильник. Сошел в холодильник. Конечно же с селфоном. Я уже устала по этим магазинам ходить, честно. Все знают, что каждый день это в магазине. Но не знаю, почему так получается. Несмотря на все дома есть. Но когда что-то должно катуться, все равно что чего-то не хватает. И приходится выходить. Масло тоже пока положим. Все давно нужно оставить, потому что сейчас у нас очень готово быть. А вы достанете. Сейчас я сяду, перекушу и начну делать борщ. Все, ребят, я уже поела. Сейчас я уже приступлю к готовке. Почищу пока все овощи. Промою. Потом нарежем лук. Проведем через терку морковку. И потушим лук с чесноком и морковкой. Но потом уже нарежем капусту. Чуть-чуть его подварим. И потом уже добавим картошку. Томат. Лавровый лист. Когда это все сварится. Картошка, когда тоже сварится. То уже добавим зелень. А, и бурак. Так, в конце зелень и бурак. Бурак я кладу в самом конце, когда все уже сварено. Потому что бурак быстро отдает свой цвет. Если долго его проварить, то цвет меняется. Мне уже не становится не красным, а оранжевым. Да ну... Что такое? Несмотря на то, что я всегда бурак добавляю в конце, все равно у меня цвет сходит. Не знала почему. Наверное, от бурака тоже зависит. Дети смотрят телевизор. На улице очень жарко. Я не знаю, что у меня время останется пойти, собрать бассейн. Но все-таки я постараюсь пойти это сделать. Избавиться хочу от этого тоже. Думаю, картошка хватит. Почистим лук. Все, у меня началось. Я с мясом больше никогда не делала, потому что, во-первых, я сама не люблю, и дома никто не любит с мясом. Я с леком. Дети смотрят серию кунг-фу, панда новая вышла. Алик любит смотреть этот сериал, не кунг-фу, панда новая. Алик называется этот сериал, этот фильм как называется? Фильм как называется? А губрака это не просто. Все, лук с морковкой я уже поставила тушиться. Сливочное масло, сейчас я нарежу саму пропуску. Я думаю, эта половинка у меня точно хватит, даже это много будет, я думаю. Посмотрим. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ 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 Зачем ты это взяла? Ты меня даже не спросила, может, это мне не нужно. Ты уже взяла, да. Сейчас спрашивай, да, спрашивай. Ты меня убил, я убью лук, все резать, буду тушить. Сейчас головокружение начинается от этого лука. Я знала, что существует два вида борща. Российский борщ, то есть русский борщ и украинский борщ. В чем разница, я так и не поняла. Если честно, я не так и не интересовала вас, просто слышала, что есть русский борщ и украинский борщ. Надо будет немного посмотреть, в чем разница. Сейчас нарежу за одну картошку, потом уже останется зелень и называется ура, свекла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова в общем ребят я уже доделаю это тоже без вас я чуть позже друзья я уж и по что дело я еще и где-то час 20 минут пробыла в прямом эфире сейчас у нас уже седьмой час детей посадку сейчас ужинать вообще не спускаться потому что дети были во дворе комары еще летают спрейта я купила но не знаю если не поможет сейчас идти посажу кушать и возможно я начну хоть этот коврик постели посмотрим погоду если дождя не будет чтобы осталось также а бассейн я хочу собрать сразу вместе потому что я так думаю что я одна не смогу и не хочу испортить посмотрите сейчас сразу придет и тоже хоть коврик постели и вообще посмотрим не лень вот такой красивый борщ у меня получился сейчас детей посажу кушать конечно же добавить сметану дети приучились кушать со сметаной и когда сметану не добавлю они удивляются почему цвет такой красный добавляете она становится розоватая я не знаю что мне зайдет делать поэтому сейчас я думаю позвонить арестом него спросить если он быстро придет или пока еще не собирается возможно детей в парк заберу перед сном поигрались повеселели себе на себя скажу быстро придет у нас Субтитры сделал DimaTorzok Маша, Мари Маша, Мари Маш Маша 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 Они еще недостаточно устали. Аль, почему тебя не видно? Нас комары, опять же, покусали. Особенно меня. У меня здесь на пальце тоже. Пальца пух. Кусили. Не смотря детям я спрей сделала, но все равно комары вокруг них летают. Но, кажется, не кусают. Хорошо, поспите сегодня. Мариева скачает вдвоем. Мариева скачает вдвоем. Такая хорошая погода, но эти комары ужас, все портят. Тянем. Помоем лицо. Дети уже спят. Помылись они, легли спать. И сейчас я тоже буду отдыхать. Помоем лицо обязательно. Зубы. И отдыхать. Меня даже, вот смотрите, здесь укусило. На пальцы укусили. Все, в общем, где осталось место, там тоже до кусали. Даже наговаривают здесь впереди. Такое, что не штуками окрывает. Ну, ничего. Уже 12 ночи. Здесь что-то мне палец палит тоже. Вот в этом месте. Такое ощущение, что у меня что-то застряло в коже. Не знаю. у меня, конечно. Ох. А что-то. Ну, а где где-то? 0 – 4 Угу. Угу. Всё. Смотрите, мыло помыем лицо. Промыла лицо, зуб тоже почтила. Продолжение следует. 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 И стараюсь, когда крем мажу, вот такие массажи делать на лице, не знаю, если они работают или нет, но такое ощущение, что вроде бы, да, подтягивается лицо и свежее выглядит до этих местах. Все, все, я готова ко сну. Все, друзья, на этом я уже закончу этот влог, всем большое спасибо, кто досмотрел до конца, всем желаю спокойной ночи, кто не подписан, забывайте подписываться, писать комментарии, и если есть какие-нибудь вопросы, пишите обязательно. Всем еще раз спокойной ночи и до скорого. Надеюсь, долго не потеряюсь, возможно, и завтра тоже будет новый влог, посмотрим. Пока.